У нас имеется треугольный треугольник, точка внутри него. Соединим эту точку со всеми вершинами. Вот, значит, некоторая точка М, здесь вершины А, В и С. И рассмотрим такую сумму. АМ плюс БМ плюс СМ. Разделим ее на сумму А, В, ВС и АС. Вопрос. Насколько большой и насколько маленькой может быть эта треугольник? То есть, в каких пределах она заключена? Может ли такое частное быть, например, равно сотня? Или оно доходит, я не знаю, до числа 3,5, а больше не поднимается? Чтобы вам было проще, давайте еще одну задачу, примерно на ту же самую тему. Представьте себе, что у нас есть четырехугольник А, В, С, Д. Выпуклый. Скажите, пожалуйста, в какой точке сумма расстояний до вершин будет наименьшей возможной? В какой точке внутри выпуклого четырехугольника сумма будет наименьшей возможной? Так, ну давайте еще какую-нибудь такого типа задачу. Скажем такую. Берем произвольный треугольник. Берем произвольный треугольник. И внутри этого треугольника размещаем произвольный четырехугольник. Тогда, разумеется, у нас будет возможность посчитать периметр четырехугольника. Проще говоря, сумма длинноотрезков А, В, В, С, С, Д, Е, Д, А. И будет возможность посчитать периметр всего треугольника. К, Л, Л, М, И, М, К. Вопрос тот же самый. В каких пределах меняется это частное? Еще одна задача на ту же тему. К, Л, 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 Л. К, Л, 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 Л. Треугольник. Доказать, что медиана треугольника меньше половины суммы сторон, между которыми она заключена. И последнее, просто потому что больше ничего уже не лезет на видовку. Представьте себе, что у нас есть треугольник. Взяли у него середину сторон. Провели соответствующие медианы. Как интересно, они пересекаются в одной точке. Это мы сегодня попытаемся обсудить, но пока просто повесьте. Ой, да, за это не было. Вопрос тот же самый, что везде. Если я возьму сумму длин отрезков АА1, ВВ1 и СС1 и разделю на периметр всего треугольника АВВС и СА. Скажите, пожалуйста, в каких пределах эта величина может меняться? Хорошо. Я на счет задачи о точке в четырехугольнике. Наименьшая сумма длин этих отрезков будет наименьшей в том случае, если точка М будет находиться на пересечении диагонали этого четырехугольника. Ответ правильный. Давайте я диагонали нарисую, а вы объясните, почему же так. Если у нас есть отрезки в диагонали четырехугольника, почему же выгодно брать точку М именно в точке пересечения диагонали? Потому что сумма АМ плюс СМ никогда не может быть меньше, чем С. Отлично. Давайте я неравенствую дышу. Это называется неравенствий угольника. АМ плюс МС больше или равно АС. Отлично. И второй? То же самое для другого тревогольника. БМ плюс ДМ больше или равно БДМ. Складываем эти неравенства и получается замечательная штука. АМ плюс БМ плюс СМ и плюс ДМ не меньше, чем АС плюс БДМ. Но если мы возьмем вот в этой точке, то как раз у нас и получается АС плюс БДМ. Значит, наилучшее положение для точки М это точка пересечения диагонали выпуклого четырехугольника АПЦДМ. Договорились. Отлично. Ребята, это не сложные вещи. Это просто не разница треугольника. Подумайте секунду. Особенно задача, которая слева вверху. Это просто совсем простая штука. Совсем-совсем. Еще раз. Левая верхняя задача совсем простая. Настоящая простая. По поводу левой верхней задачи. Есть одна подсказка. Когда вы имеете дело с медианами, всегда полезно или провести параллельно и рассмотреть средние линии. Или достроить треугольник до параллелограммы. Подумайте, пожалуйста, на эту тему. По поводу этой задачи с медианами. Достроим треугольник до параллелограммы. Дальше. Да, и что? Дальше. Держите, у меня ошибка. Я сам нашелся. Какая ошибка? Дальше. Какая может быть ошибка, если вы дорестовали другую? У вас медиана действительно продлилась. И что у вас получилось? И получилось, что медиана стала диагональю. Диагональю параллелограмма. Давайте я... Хотя вы абсолютно правильно нарисовали, но давайте для понятности объясню, что как-то здесь связано. Вы берете, проводите параллельно и проводите здесь тоже параллельно. Понятно? И, соответственно, у нас получается вот эта удвоенная диагональ. Диагональ, она удвоенная медиана. А вот эта сторона, естественно, равна этой, а эта равна этой. И что? Ясно, что сумма этих двух сторон параллелограмма больше диагонали. Эта и вот эта две стороны треугольника. Больше, чем третья сторона. Да? Увидели все? Вот эта вот сторона, это удвоенная медиана. Отлично. Спасибо. Все правильно. Для медиана мы получили это замечательное неравенство. Благодаря вот этому, вот этому, вот этому вот треугольнику. Неравенство треугольника, что удвоенная медиана меньше, чем сумма этих двух сторон. Это же значит, что мы с вами можем их пользоваться. Рассказываю, как именно этим можно пользоваться для вот этой вот задачи. Вы помните, что у нас речь идет о сумме медиан, да? Я сейчас обещал не отвлекаться на том, почему медианы пересекаются в одной точке. Так вот, ребята, я просто для каждого из этих медиан могу написать неравенство, которое мы только что доказали. Смотрите, вот они. АА1, ББ1 и ЦЦ1. Меньше чего? Каждый из медиан меньше чего? Чем АБ плюс АЦ пополам. ББ1 меньше чего? Меньше БА плюс БЦ пополам. И ЦЦ1 меньше чего? Меньше АЦ пополам. Намечательно. Вот, а дальше что мы делаем? Складываем? Конечно, понятно. Мы складываем эти три неравенства. И в результате в левой части получается сумма АА1, ББ1 и ЦЦ1. А в правой части получается что? АБ плюс АЦ плюс БАА. Совершенно верно. Периметр. Просто периметр треугольника. Потому что у нас каждая половинка встречается по два раза. АБ пополам, и здесь АБ пополам. АЦ пополам и АЦ пополам. БЦ пополам и БЦ пополам. Мы с вами доказали очень важную штуку. Мы с вами сумели доказать, что вот здесь вот в правой части можно написать единицу. Никогда сумма длин медиан не может быть больше периметра треугольника. Доказали? Доказали. Теперь нужно, во-первых, понять, что же писать сюда. То есть каким-то образом, наоборот, сказать, что если медианы у нас не очень большие, то и периметр не может быть уж слишком большим. Да вот такая примерная идея должна быть. Проще говоря, суметь сюда написать какое-нибудь положительное число. А потом будем изучать вопрос. Нельзя ли эту единицу уменьшить, а то число, которое там получится, нельзя ли? То есть, если у нас сейчас вот были неравенства типа медиана меньше чего-то, то сейчас нам нужно будет наоборот, что сторона меньше чего-то. А меньше чего? Надо оценить сторону треугольника при помощи кусочков медиана. Вообще, как вы поняли, сейчас мы решаем несколько задач на неравенство треугольника. Неравенство треугольника – это очень так и простая штука. В любом треугольнике длина стороны любой меньше суммы длин других двух сторон. Ясно, что любая сторона меньше суммы двух медиан, концы которых совпадают с концами этой стороны. Отсюда мы можем получить три неравенства. Что вы пишете? Сторона АВ меньше чего? Чем? Медиана АА1 плюс медиана АВ1. Да, это правда. Но только не в первой степени, а именно единички. На месте есть разница между показателем степени и индексом. Да, сторона меньше, чем сумма этих двух медиан. А, и вы хотите написать еще два таких неравенства? Да. Очень хорошая идея. Давайте. БЦ и АЦ таким образом, пожалуйста, оценивайте. И у нас получится... Неравенство. Сейчас сложим и напишем, что получается. Сейчас пишите. Если сложить И, то мы получим в левой части АВ плюс ВС. В левой части получается периметр треугольника, а в правой... А в правой части удвоенная сумма медиана. Абсолютно верно. Пишем. Удвоенная и в скобочках АА1 плюс ВС плюс ТС. Очень хорошо. Вот так. Теперь что надо сделать? Надо поделить на периметр, ну и на двойку тоже. Получится больше, чем 1 вторая. Спасибо, Садится. Ну вот, мы сделали, я пишу, примерно половину задачи. То есть, мы оценили сверху и оценили снизу нашу величину. А вот теперь интересно, эти оценки, они наилучшие возможны? Или же, может быть, все-таки какая-то из них, а может быть и обе, хуже, чем надо? Ну, я знаю ответ наизусть. То есть, на самом деле, одна из этих оценок точная, а другая может быть улучшена. Давайте делать так. Объявляется поиск такого треугольника, чтобы для него вот это вот ношение было бы очень-очень-очень близко к единице. Чтобы у него сумма треугольника практически не отличалась бы от периметра. Это одна задача. А другая задача такая. Поиск треугольника, у которого эта дробь почти равна 1 вторую. Так вот, оказывается, что одно вы решите, одну задачу вы сумеете решить, а вторую нет. И поэтому придется что-то изменить. Рисуйте треугольники, ищите. А я, пока вы это делаете у себя в тетрадях, решаете наши замечательные задачи, попытаюсь сделать вот что. То же самое в программе под названием «Живая геометрия». Дальше сейчас нарисую треугольник. Заметьте, это очень легко делается в программе «Живая геометрия». Вот, это живая геометрия. Беру середины. И теперь провожу медианы. Вот, одна медиана. Вот, вторая. Наверное, вы уже догадались, для чего я это делаю. Программа «Живая геометрия» позволяет взять и посчитать просто все эти длины и вычислить отношения. Ну вот, давайте, смотрите. Значит, измерение одной медианы, дальше измерение другой медианы и третьей медианы. Все. Они все, когда я буду треугольник менять, ну, только не так, а все-таки именно за вершины, то у меня все эти величины будут пересчитываться, и я смогу наблюдать. Теперь беру стороны. Измерить длину одной стороны, дальше измерю длину другой стороны и длину третьей стороны. Отлично. Теперь осталось последнее. Вычислить. Что вычислить? Значит, мне нужно взять сумму длин медиан. Ну, в общем, тем, кто сейчас видит экран, им легко. А тем, кто не видит, ну, просто поверьте, что это правда легко. Значит, итак, вот эту величину. Теперь знак деления набираю. Опять скобку открываю. И внизу пишу на периметр треугольника. Ну, собственно, все. Выражение готово. Вот. Сейчас это 90 сотых. Сейчас я буду менять треугольник. А вы следите. 87 сотых, 95 сотых было. Сейчас 86 сотых. 95 сотых, 97. Так. Интересно. 78, 77, 76. Интересно, кто что-нибудь понял? Какие треугольники интересно рассматривать, а какие нет? Которые побольше, не интересно? Побольше. Нет, дело в том, что если все размеры в одно и то же количество раз изменишь, то результат особо не будет. Ничего не изменится. У нас сочинительный знаменатель в одно и то же количество раз изменится. Нет, вот интересно, когда это число... Помните, когда оно почти равнялось единице? Да. Когда? Когда две точки были очень близко, ответили на него. Совершенно верно. Когда две вершины почти совпадали. А когда было почти 75 сотых? Когда они все почти совпадали. Нет, не все. Когда было около середины, ребята. Вот здесь тоже начинает портиться. Когда было около середины. Когда вершина треугольника находилась около середины этой стороны. Поняли, где объяснение того, почему здесь действительно никакой, что меньше единицы не поставить, очень простое. Значит, господа, если взять треугольник, у которого вот эта величина почти ноль. И его сторону взять в длины 2А. Представьте себе АА. То смотрите, какие у этого треугольника будут медианы. Вот будут две такие медианы. Если этот отрезок почти нулевой, то эти отрезки почти не отличаются от А. Это значит, будет АА. И еще будет вот такая медиана. Она будет почти сколько? По длине. Она будет очень близка к 2А. И чем ближе здесь будет к нулю, тем будет ближе. Так. Хорошо. А периметр, как у всего треугольника? Здесь одна сторона 2А, другая сторона почти ноль и еще 2А. Так и пишу. 2А, ноль и 2А. Значит, смотрим, что у нас есть. Вверху 4А, внизу 4А. Значит, сколь угодно близко к единице отношение может быть. Теперь нужно нарисовать аналогичный треугольник, только когда вершина расположена около середины стороны. Вот смотрите. Вот пусть это почти ноль. Здесь у меня будет А, здесь у меня будет А, здесь у меня тоже будет почти А, и здесь будет почти А. Тогда чему равен периметр АА и 2 раза почти А? Это будет 4А. Значит, в знаменации будет величина 4А. Теперь смотрим. Вот эта медиана будет почти ноль. Это неинтересно. А теперь чему будет равна и такая медиана? Здесь более-менее А, здесь половинка А. Значит, так и пишу. 3 вторых А. И вторая медиана вот такая будет примерно такой же величиной. Еще 3 вторых А. 3 вторых и 3 вторых это 3. 3А делить на 4А это 3 четвертых. Поняли? Единственное, что мы не доказали неравенство 3 четвертых. То есть, если верить компьютеру, ну, поверьте, программа живая геометрия, она хорошая, она правильно работает. Если верить компьютеру, вы сказали, что сторона меньше, чем сумма этих двух отрезков. Ну, это, конечно, правда. Но на самом деле, тут есть кусочки, которые вам на самом деле не нужны. Какие? Концы этих медианы. Вот эти. Вот эти точки. Поэтому вы должны были писать не так, как вы написали, а надо было написать, что сторона А, Б меньше, внимание, чем вот это плюс это. А вы помните, какую часть от медианы составляет вот этот отрезок? Да? А, никто не помнит? 2 третьих. 2 третьих. 2 третьих. Молодец. Хорошо. Сейчас я докажу, что никто не помнит. На самом деле, 2 третьих. Это 2 третьих АА1, а здесь вот 2 третьих ББ. Пожалуйста, быстро, быстро напишите, это неравенство. И 2 ему аналогичных. А именно, про отрезок БЦ и про отрезок АЦ. Нужно про каждый из них написать 2 третьих. Так, когда буду писать про БЦ. ББ1 и ЦЦ1. Значит, 2 третьих отрезка ББ1 и 2 третьих отрезка ЦЦ1. И здесь, когда беру АЦ, это 2 третьих отрезка АА1 и 2 третьих отрезка ЦЦ1. Складываем все эти 3 неравенства. Получаем в левой части периметр. То есть, АБ плюс БЦ плюс АЦ. А в правой части, вот знаете, 2 третьих и 2 третьих. И здесь тоже 2 третьих, 2 третьих. А в правой части получается 4 третьих от сумм отрезков. АА1, ББ1 и ЦЦ1. Ну вот, теперь, соответственно, мы делим на периметр и переворачиваем. 4 третьих как раз превращается в нужные нам 3 четверти. Значит, для того, чтобы все у нас получилось, нужно в задаче, кроме медианы, всего лишь доказать, что медиана бьет другую медиану в отношении 2 к 1. То есть, что там действительно вот это вот число 2 третьих. Сейчас решу как-то чертеж. И давайте это будем делать. Значит, итак, имеется одна медиана. И имеется у нас с вами другая медиана. Отлично. Цель. Цель нашей работы. Доказать, что вот этот вот отрезок в 2 раза больше этого. Давайте я обозначу. Значит, это будет точка А, это будет точка М пересечения. Эту точку обозначу Х. Значит, нужно доказать, что отрезок АМ это 2 отрезка МХ. Если, естественно, БЮ это медиана, а БЦ это треугольник. Значит, медиана БЮ делит медиану АХ в отношении 2 к 1, считая от вершины. Заметьте, пожалуйста, как только мы это докажем, так мы сразу получим, что медианы пересекаются в одной точке. По той простой причине, что не только медиана БЮ, но точно так же и вот медиана ЦЗ, которая здесь есть, да, какая-то медиана. Она же разделена в том же отношении. Она ничем не лучше и не хуже ЦЗ, чем БЮ. Вот, поэтому, как только мы это сделаем, так все будет ясно. Сможете? Медиану бьет друг к другу, бьет друг к другу в отношении 2 к 1. То есть отрезок АМ это 2 третьих от отрезка АХ. Здесь есть много способов доказательства. Один из самых простых использует так называемый теорем Фолес. Теорем Фолес, ребята, это вот что такое. Если у нас имеется одна прямая и проигольная другая прямая, и еще несколько прямых, обладающих следующим свойством, что вот этот вот отрезок равен этому, тогда оказывается, что эти отрезки тоже равны. Понятная идея? Ну, подумайте, как это можно использовать там. Там пока, конечно, нет никаких параллельных прямых, но если провести, то там очень легко все получится. Где, естественно, провести прямую, параллельную? Покажите. Выйдите, просто пальцы, проведите. Ребята, не страшно, это будет неправильно. Придумайте, где бы вам хотелось провести параллельную прямую? Ну, пожалуйста. Через точку Х параллельно чему? Параллельную прямую. Какой? Через точку Х параллельно уже проведенный прямой? Да. А? Ну да. Понимаете? Понимаете, есть такой школьный анекдот, что на экзамене школьник отвечает, что через данную точку можно на данную прямую опустить ровно один перпендикуляр. Вот, его спрашивают, почему ты настаиваешь на слове ровно? Ну, как, почему? Потому что, если криво, то можно провести много перпендикуляров. Понимаете, у вас есть прямая ХА. Ну, я, конечно, виноват, что немножко, может быть, ее не вполне ровно нарисовал, но через точку Х параллельно прямой ХА проходит только сама прямая ХА. Вот, поэтому я понимаю вашу критику, да, что я косо-то там как-то криво нарисовал прямой, но, тем не менее, нет, бывают чертежи еще хуже, когда торопишься, когда мел плохой, бывает еще хуже. Через какую точку? Через Х параллельно ХБЮ. А вот это уже решение. А это уже действительно абсолютно правильная мысль. Спасибо вам. Действительно, через точку Х проводим параллельную прямую. Обратите внимание, здесь два равных отрезка. Что это значит? Что здесь будут тоже равные отрезки? Да. Здесь будут тоже равные отрезки. Давайте длину обозначим как буквы. Так, догадайтесь, какая длина будет здесь? Два. Два, конечно. Потому что отрезок СУ равнялся отрезку УК. У это была середина, значит, здесь два А. Так, теперь внимание. Здесь А, здесь два А. Вы понимаете, что эти отрезки будут тоже отличаться? Ну, для любителей строгости, пожалуйста, я здесь возьму середину отрезка. Тогда здесь будет А, и здесь будет А. И тоже проведу. И скажу, что вот вам теорему Фаллеса. А, А, А. А, и здесь возникают отрезки одинаковые длины. Поняли? Да, все. Теорему про медианы мы доказали. Как-нибудь стоит к этой истории вернуться. Есть несколько разных, совершенно замечательных доказательств теоремы Амедиана. Но сейчас все-таки дорешаем вот эти задачи обязательно. Значит, ребят, чтобы вам легче было с этой, давайте я напомню одну очень важную теорему. Ну, что еще напомню? Напомню, потому что ваши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушки ее учили. Теорему когда-то на экзаменах издавали. Вот, ее в Древней Греции уже знали. Теорема такая. Если имеется произвольный выпуклый многоугольник, расположенный внутри другого, любого, количество сторон не обязательно одинаковое, вот, внутри другого выпуклого многоугольника, то периметр, периметр это сумма длин сторон, внутреннего меньше периметра внешнего. Вот, еще в старых книжках по геометрии любили писать так. Любая объемлющая длиннее любой объемлемой. Есть на современном русском языке периметр внешнего многоугольника больше периметра внутреннего. Это для любого количества сторон, лишь бы вот белый многоугольник внутренний лежал бы внутри зеленого. Кто-нибудь сможет это доказать? Давайте я расскажу два способа. Один из них такой. Берем и к стороне рисуем церпендикуляры. К каждой стороне, понятное дело, смысл поняли, что я написал? Вот здесь вот 90 градусов, и здесь 90 градусов, и здесь тоже, да? Тогда, что это за диаметрическая фигура? Нет, половина полосы. Полоса – это то, что заключено между двумя параллельными прямыми. А вот эта штука – это ровно половина полосы. Так? Вот, а теперь вопрос. Что длиннее отрезок, который соединяет между собой по перпендикулярам соединяет, заметьте, концы, граничные прямые, или же ломаная, которая соединяет? Ломаная. Ну, есть такое правило. Мост желательно строить перпендикулярно к реке. Понимаете? Чтобы он не был. Да. Потому что строительство моста – это штука дорогая. Поэтому, если у вас есть какая-то такая речка, то желательно строить мост вот так. Согласны? Кстати, все знаете, что в Москве достаточно недавно появился мост, который это правило нарушает. Который начинается и заканчивается на одной и той же стороне реки. Мост построен просто как автомобильная эстакада. Так что не всегда мост перпендикулярен к реке, но все-таки в большинстве случаев так. Так вот, у нас здесь такая классическая ситуация. Мост – кратчайшая линия, соединяющая берега реки. А здесь какой-то. Ну, тоже мост, но не самый как. Поэтому, естественно, что длина вот этой вот штуки больше, чем белая. Это мы вообще выбрасываем. Нам это не важно. Это больше, чем белая. Это опять выбрасываем. Вот это вот больше, чем белая. Это надо пройти везде. Получается, что даже вот этими отрезками мы пожертвовали, а все равно периметр внутреннего выпуклого многоугольника меньше периметра внешнего многоугольника. Уговорил? Да. Отлично. А теперь второй способ доказательства решения той же самой задачи. Этот способ я бы назвал способ тряпки и куска мела. Ну, скорее, способ тряпки. Представьте себе, у нас имеется произвольный выпуклый многоугольник. И у нас есть какой-то внешний многоугольник. Я не знаю, как он там внешне устроен. Так, смысл понятен? Мы хотим доказать, что периметр, то есть сумма длинсторон внешнего зеленого многоугольника больше, чем периметр белого внутреннего. Доказательства. Берем тряпку. Здесь две деньги работают, поэтому она такая очень мела. Берем кусок мела. Проводим вот такую прямую. Стираем кусок вот зеленого многоугольника и говорим, что мы заменили два зеленых отрезка на сторону треугольника. Поэтому вот этот возникший кусок меньше, чем сумма длин этих двух. Периметр внешнего многоугольника уменьшился. вот в результате этой моей операции с тряпкой. Согласны? Теперь берем в любом другом месте. Ну, я не знаю, где. Хотите здесь? Берем то же самое. Проводим до пересечения и говорим, что длина вот этого отрезка меньше, чем длина ломаной. Поэтому если мы сотрем ломаную, то у возникшего многоугольника знаменитый, что он все время уменьшается, периметр меньше, чем у того, который был. Ну, надеюсь, вы понимаете, что я дальше сделаю. Я дальше проведу вот как-нибудь так. Выброшу вот эти вот зеленые отрезки и оставлю только такую штуку. Дальше я проведу я проведу я проведу интересно как. Да вот так и проведу. Вот так вот проведу прямой. Вот это все отрежу и оставлю только сторону белого многоугольника. Периметр при этом все время уменьшается. Точно так же проведу вот эту сторону а это все отрежу. Наконец вот эту сторону возьму а все остальное отрежу. Что у меня получилось? Исходный белый многоугольник. Я его просто не трогал. Его я не резал. Я резал только его сторонами отбрытивался от лишних условий. Да? Значит периметр стал равен периметру белого многоугольника. А теперь смотрите. Раньше у меня был какой-то периметр зеленого. Я его все время уменьшал. Уменьшал 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 и в конце он у меня стал периметром белого многоугольника. Значит раньше он был что? Молодим. Раньше он был больше. Абсолютно верно. Так. Ну вот. Мы с вами двумя способами разобрались с объявленной и объявленной. Теперь нужно перейти к этой нашей задачи. Значит имеется треугольник внутри треугольника имеется точка М надо применив вот наше знание оценить сверху и снизу дробь сумму АМВМ и ЦМ деленную на периметр треугольника АВС. Понимаете каким треугольником будем сейчас применять объявленное и объявленное Треугольников не так много. Скажите какой лежит внутри чего? АВМ лежит внутри АВС. Абсолютно верно. Поэтому АВС больше чем АВМ. Периметр АВС больше чем периметр АВМ. Отлично. Ну, страна АВ у них общая это неинтересно. Поэтому какое неравенство я сейчас напишу? АМ плюс БМ меньше чем АС плюс БС. Абсолютно верно. Так, хорошо. Еще, пожалуйста, два таких неравенства. АМ АВС МС меньше чем ВС АВС плюс ВС, да. И, наконец, третье. М МС МС БМ, правда? Да. БМ плюс МС МС меньше, чем АВС. АВС плюс АВС. И что тогда? Понятно, что тогда. Два раза АМ плюс БМ и СМ меньше, чем тоже два раза АВ плюс БС плюс АВС. СМ Мораль АМ плюс БМ плюс С разделить на АВ плюс БС плюс Са меньше единицы. Ребята, здесь можно писать единицу. Ну, это не означает, что единица это наименьшее число, которое здесь можно писать. Но, во всяком случае, единицу писать можно. Так, я хотел бы, чтобы вы сейчас разобрались с левой частью. С левой частью еще легче. Как оценить с обратной стороны? То есть, здесь мы доказывали, что отрезки АМ, БМ и СМ маленькие. писали, что манера. А может тогда АС меньше, чем АМ плюс МС? Конечно. Конечно. Это совсем простая вещь. Давайте объясним. АС, БС и АВ меньше, чем по неравенству треугольника АМ плюс МС. Здесь у нас будет БМ плюс МС. и здесь у нас с вами будет АМ плюс МВ. Смысл поняли? Складываем. Здесь получается АС, ВС и АВ меньше. А здесь удвоенная. Удвоенная. АМ МС БМ и ЦМ. Совершенно верно. Делим на двойку тоже делим. Вместо вопросительного знака можно писать одну, вторую. Ребята, я пошел за компьютером. Я пошел за программой треугольника сжимая лягенья к месту. Смотрите, что я сейчас делаю. Я возьму новый чертеж, новый треугольник, нарисую вам дамик, и там возьму произвольную точку, а дальше я буду бегать этой самой точкой и смотреть, как все будет работать. Отлично. Новый чертеж. Ставлю три точки и четвертую, которая будет внутри. Дальше нужно нарисовать стороны, построение отрезки, и дальше нужно рисовать отрезок. На самом деле можно было быстрее, конечно. Ладно уж. Отрезок, отрезок. Не задался сразу четыре точки. Отрезок. Хорошо. Теперь только ради эстетики давайте я закрашу внутреннюю область. цвет беру. Цвет будет зелененький. не важно. А важно другое, что я сейчас беру и измеряю длины всех интересующих меня отрезков. Так. И третья длина. Так, все, измерил. Теперь измеряю периметр треугольника. победа. Теперь нужно что сделать? Эти сложить. Эти сложить. Для этого надо взять вот так. и дальше разделить на сумму длин сторон треугольника. Это скобки не закрыли. А? Скобки не закрыли. Это извините, да, это я не прав, не хотел. Ну, ребят, я просто судите на публику, работаю сейчас, поэтому... так, и теперь еще плюс последнее третье. Все. Все. Получилось некоторое выражение. Давайте сейчас надо менять положение точек и смотреть, чему оно равно. Какое значение это выражение. И менять точку внутри треугольника. Значит, ребят, заметьте, мы уже доказали, что больше одной второй и меньше единицы, поэтому это совершенно неудивительно. Единственное вопрос... Ой, нет, нельзя точку выносить до предела. Единственный вопрос, когда это отношение будет почти один, а когда это отношение будет почти одна-вторая. Этот цепь будет почти ноль, а... надо точку в центре переместить ближе к верхней вершине. Посмотрим. 86, 87, ну, я не знаю, что делать. Мне кажется, что смысл понятен, правда? Вот так получается почти одна-вторая, а вот так наоборот получается почти что 9 десятых. Так, ну все, теперь математику все-таки не надо объяснять проще, вот. Вот один треугольник такой, и точка M расположена так, что вот эти отрезки почти нули, а вот это отрезок некоторые А и А. А другая картинка, тот же самый треугольник, только точка M' понятно, Не здесь, а наоборот там. Давайте смотреть. Если точка M здесь, то расстояние от нее до этой вершины это почти что А, это 0,0 и периметр это 2А. Получается А разделить на 2А. То есть одна-вторая. Если же точка M вот здесь, то тогда этот отрезок почти 0, но зато есть два отрезка, каждый из которых почти А. Поэтому сумма расстояния от нее до вершин это А, А и 0. Это примерно 2А. А периметр прежний периметр 2А это 1. Значит наши оценки точные. Сколь угодно близко к 1 может подходить вот эта вот дробь. И сколь угодно близко к 1 второй ее значение тоже может оказаться. Хорошо. Сейчас давайте посмотрим сюда. Значит что у нас здесь было? У нас здесь был выпуклый четырехугольник расположенный внутри треугольника. господа что вы мне сразу скажете за это число? 1. А? 1. 1, конечно. Вы доказываете а ему? Объемлющее в данном случае это треугольник больше чего? Объемлющее. Больше объемлющее. Очевидно? Очевидно. Так а здесь что? 0. Эх вы. 0. Значит 0. Конечно 0. Четырехугольник можно взять капелюшечным. Понятно? Просто взять нормального размера треугольник а там точек поставить что вообще не видно было четырехугольник. Удивительно почему вы в начале занятия сегодня это не знали. Вот задача была совсем простая. Я надеюсь что вы сразу скажете. Ну ничего. Ничего страшного. Мы еще успеем решить такую симпатичную задачу. Отношение суммы длин диагоналей выпуклого пятиугольника к сумме длин его сторон. Давайте. Вот диагонали пятиугольник. Задача такая же как и все предыдущие. АС плюс СЕ плюс ЕБ плюс БД плюс ДА делим на сумму длин отрезков АБ ВС СД ДЕ ЕГА В каких пределах может меняться эта дробь? Она больше меньше двух. Почему? Потому что этот пятиугольник меньше суммы длин сторон. Меньше периметра. И все остальные части диагонали тоже в сумме меньше периметра. Ну, это я не очень понимаю. Вы с ним уже скорее не верю. Я говорю, больше понимаю. А, да. В это я не верю. Опять живой геометрии это очень легко делается. Ставишь пять точек соединяешь. ну, Дальше я их должен измерять. Кстати, я не понимаю, она позволяет или может позволяет. О, позволяет. Так позволяет. Ура! Все пять длин нашел. Теперь надо наоборот взять диагонали. отрезки и мы сейчас измерим их длины. Ура! Теперь надо ничего, хватит этого нам. Теперь нам надо сделать следующее. Вычислить. Значит, вычислить, вычислить, вычислить сумму длин диагоналей. Все понимают, что я сейчас делаю, да? Вот. Дальше знак деления. Нет, не всегда знак деления. А знак деления во внешнюю часть. Вот. Теперь опять скобочки и сумма сторон. Так, победа. Вот получилось выражить 1,65. То есть мы сумму длин диагонали делим на сумму длин сторон. Значит, теперь нужно всего лишь менять точки дверить. Можно выключить режим анимации? Можно, но я себе больше доверяю. Хотя можно выключить. Так, ну что, господа? А? Надо следить за выражением. Вот сейчас оно 1,58. Какое? Большое? Маленькое? Мне кажется, это не меньше, чем 1,5. Нет, 1,45. Значит, не меньше, чем 1, не больше, чем 2. Меньше бывает. А, 1,17. Да, 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 если все. Ну, если 4, да. 1. Так, а когда он такой, вот такой? Ну, типа 2, да? Да. Ну, скорее всего, от 1,17. Вот он, ответ. От 1 до 2. Угу. До 2. Осталось мелочь. Осталось всего лишь объяснить, почему это всегда так. Мы уже знаем ответ. Понимаете? Уже все знаем. Мы знаем ответ. Что эта дробь всегда больше 1 и всегда меньше. На самом деле, это два неравенства. Одно такое, что сумма длин диагоналей вы поклопите угольника больше его периметра. Другое, сумма длин диагоналей вы поклопите угольника меньше удвоенного периметра. Ну, вот эта сторона, это диагональ меньше, чем сумма вот этих двух сторон. Отлично, вот и пишите. Про каждую диагональ надо написать, что она меньше суммы двух сторон. В конце концов, получится, что все диагонали меньше удвоенных сумм. Конечно, сейчас послушаем. BD, дальше DA, DA меньше, DE плюс EA. E, E, B. Наверное, меньше, чем EA плюс AB. BD теперь. Не, BD уже была. BD C, еще была. Ну, Это забавно порядок пишите, но ничего. C меньше, чем CD плюс DE. Вообще, есть пословица, в трех соснах заблудился. Поэтому уж аппетита А, C меньше, чем AB плюс B. 2 умножить, отлично. Складываем. Да, 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 все это. все, все, все. Складываем. И у нас получается, под всем этим напишите, пожалуйста, сумма диагоналий, а может прямо словами, Сумма диагоналей меньше, чем 2 умножить на сумму сторон. Согласны? 2 умножить на сумму сторон. Все поняли, что это правда. Соответственно, когда сумму диагоналей делишь на сумму сторон, то получаешь ответ меньше 2. Только не сумма периметра, а сумма диагоналей делится на сторон. Или удвоенный периметра. Хорошо. Ребята, нам осталось сделать всего 3 вещи. Во-первых, объяснить, почему единица в левой части, а во-вторых, почему оценки точные. Очень красивая штука. Почему сумма длин диагоналей больше, чем сумма сторон. Подсказка. Молодец. Покажи. Молодец. Надо стереть вот этот вот внутренний пятиугольник. И вот очевидно, что... Вот вы его с собой заграживаете. Отойдите, пожалуйста. Очевидно, что вот это, это длиннее, чем вот... Конечно. Конечно. Мы забыли об этом пятиугольнике, потому что стерли его тряпкой виси. А остались вот эти два зеленых отрезка больше, чем такая сторона. Эти два зеленых отрезка больше, чем такая сторона. Поняли? Поняли? Вот. Ну и, господа, последние два пункта сегодняшней программы. Нам нужно посмотреть на такие пятиугольники. Значит, один из них имеет в виду три точки. Очень-очень-очень близко друг к дружке. Здесь две точки, очень-очень близко. А вот это расстояние какие-нибудь там тысячи миллиардов километров. Да? Это один пятиугольник. А другой такой. Четыре точки, страшно близко друг к дружке. И пятая точка на каком-то чудовищном расстоянии. Давайте это чудовищное расстояние обозначим буквой А. И поймем тогда, чему равен периметр у такой фигуры. Примерно, чему он равен. И чему равна сумма диагонали. Значит, смотрите. Периметр, понятно, что это 2А. Да? Потому что это маленькая величина, это маленькая, это маленькая. И здесь тоже периметр, конечно, равен 2А. А вот теперь про сумму диагонали. Значит, эта диагональ маленькая. Это почти А. Это диагональ почти А. Опять, почти А уже три штуки. И еще одна почти А. Не 4А. Получается как раз нужная нам двойка. Теперь здесь. Вот эта диагональ первая маленькая. Это почти А. А, это почти А, 2А уже есть, маленькая и еще одна маленькая. Значит, здесь две длинные диагонали и три совсем маленькие. Получается почти единица. Значит, ребята, у нас сейчас время закончилось, но анонс на будущее. Много лет назад, когда я был школьником в основном классе, на Всесоюзной математической олимпиаде мне, ну, не разумеется, а всем, кто был со мной в одном классе, дали такую задачу. Тетрайдер расположен внутри другого тетрайдера. Рассмотрим сумму длин ребер внутреннего, деленную на сумму длин ребер внешнего. В каких пределах может это отношение меняться? Так вот, на той олимпиаде было дано несколько решений этой задачи, в том числе мою. Все, кто ее решил, решили ее разными способами. И на одном из очередных занятий стоит это вам рассказать. Это намного сложнее, чем то, что было сегодня. Тем не менее, это тоже неравенство треугольника. И, в принципе, это вам посильно. Ну, и еще есть разные задачи интересные, например, неравенство треугольника. Так что, тема сегодня на самом деле не раскрыта. Но, с другой стороны, то, что я хотел, я сделал. Просто за один раз было бы это через чертурно. Все.